Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей, а также сотен видео в интернете на канале YouTube. Сегодня решил написать новое видео. И все реально будет хорошо, если вы знаете, как быстро подготовиться к гриппу, как правильно лечить грипп и предупреждать осложнения. На моем канале несколько десятков видео на тему лечения гриппа и простуд. Однако в связи с огромной опасностью этой эпидемии, а в нескольких областях Украины уже на старте эпидемии десятки смертных случаев, поэтому решил написать еще одно видео. Немножко другими словами, но дать вам алгоритм, что вы должны делать в случае, если заболевание у вас возникло. А всем неравнодушным хотел бы попросить сделать максимальный репост. И мы вместе с вами можем спасти кому-то еще одну жизнь. Это тоже неплохо. Потому как первично 100% иммунитета к вирусам гриппа его не существует. Иммунитет приобретается пожизненно в случае перенесенного гриппа. И только к тому вирусу гриппа, который вызвал заболевание. А всех вирусов гриппа более сотни. Только вируса гриппа А 135 видов. Потому чтобы перезнакомить вашу иммунную систему со всеми вирусами, вам нужно болеть гриппом примерно 2-3 раза в год. Это при средней продолжительности жизни около 70 лет. Не ОРЗ, а именно гриппом. Учитывая это, предупредить заболевание гриппом практически невозможно. Не сможет помочь даже вакцинации. Ее нужно было проводить минимум за месяц до начала эпидемии. И работает вакцинация только по отношению к тем вирусам гриппа, которые в ней фактически задействованы. Перекрестного иммунитета не существует. И это тоже большая проблема. Поэтому смотрите видео дальше. Учитывая то, что вакцинация в принципе защищает, если своевременно проведена. А в разгаре эпидемии, в начале эпидемии, самый надежный вариант это правильно подготовиться к этой очень опасной вирусной инфекции. Есть несколько действий, которые позволяют буквально за несколько суток подготовиться и перенести грипп легко и просто. Также важно правильно ее сопровождать, начиная с первых ее проявлений. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, как правильно и быстро подготовиться к такой опасной вирусной инфекции, как грипп. Также вы узнаете, что такое первая помощь при гриппе в домашних условиях. Ну и также вы узнаете первые признаки осложнений, при появлении которых лечение гриппа должно проводиться уже в условиях стационара под наблюдением специалистов. Кому же в большей степени опасен грипп и как правильно подготовиться к этой вирусной инфекции? Наибольшую опасность грипп представляет своими осложнениями для детей и людей преклонного возраста, а также имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы и почек, а также беременным либо кормящим. Но особенно опасен грипп людям беспечным, которые считают, что болели гриппом и переболеем вновь и все будет хорошо. Все было бы здорово, но статистик говорит, что к этой инфекции нельзя относиться беспечно. Что объединяет все случаи кроме последнего? Очень напряженно протекающий обмен воды в организме. У людей пожилого возраста, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, мочеводелительной системы, есть сложности с удалением воды, с циркуляцией воды в организме. И это не дает правильно сопровождать вирусную инфекцию без осложнений. В остальных случаях чрезмерно высоки потери воды. И в любом случае нужно в условиях очень вероятного развития гриппа увеличить количество воды в рационе. Причем в любых видах. Это может быть и чистая вода, в составе соков, компотов, чаев, супов, в овощах и фруктах. Это индикатор для здорового человека 5-6 кратные самостоятельные мочи спускания в сутки. Если у вас так и происходит, то это показывает, что воды в организме достаточно. И в случае заболевания гриппом, первые часы этой инфекции будут в вашем организме протекать оптимально. А дальше все будет зависеть от правильного сопровождения инфекции. О чем будет чуть позже. Тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы и почек, также важно несколько увеличить употребление воды. Насколько это позволяет сами заболевания. Посоветуйтесь для этого со своим лечащим врачом, который вас знает. Что еще важно в подготовке? Создать мобильный запас воды и белка для иммунной системы. Самое простое это мышечная ткань. Для лентяев повод все-таки заняться собой. Для тех, кто уже занимается спортом, дополнительный бонус при гриппе. Но это относится только к тем видам тренировок, где накачиваются мышцы. Важно только в случае развития гриппа перейти на постельный режим. Тогда из мышечной ткани вода будет использоваться на охлаждение вашего организма. И предупреждение осложнений. А в отсутствии нагрузок мышца несколько уменьшится в объеме. Зато белок, который отсюда выйдет, аминокислоты, вы именно качаете свою иммунную систему великолепно. Иммунитет будет просто отменный. Интерферон выработается быстро, вовремя. И инфекция закончится без осложнений. Также очень важный момент. Эмоциональный комфорт. Насколько это возможно? Просто в стрессе вы подавляете свою иммунную систему. А это не самый лучший фон во время эпидемии гриппа. А также в любой момент может активироваться уже знакомая вам хроническая инфекция. В носоглотке, органах дыхания, в кишечнике, в мочеполовой системе. А несколько задач в вашей иммунной системе одновременно решать будет значительно сложнее, чем одну. То есть инфекцию под названием грипп. Поэтому в данном случае выбор за вами. Либо продолжать оригинальным способом относиться к окружающей среде. Либо все-таки оставить разбор полетов на будущее, на потом. А сейчас успокоиться. Потому как очень опасная вирусная инфекция угрожает вашему здоровью. При перемещении вне квартиры, в людных местах, в транспорте. Не забудьте прикрыть лицо марлевой повязкой, либо хотя бы шарфом. Это достаточно хороший барьер для вирусов, микроорганизмов. Но работающий, правда, всего несколько часов. Это и марлевой повязки. Через 3-4 часа вы должны ее сменить. А вот шарф можно просто использовать другой участок шарфа. Прикрыть им лицо. И вы опять-таки защищены. Потому как чем позже вы встретитесь с вирусом во время эпидемии, тем лучше. Вирулентность вирусов обычно снижается. Она максимально в начале эпидемии. А потом постепенно вирусы становятся более благосклонными к человеку. Ну а если не получилось предотвратить инфекцию. Неважно в начале, в средине, в конце эпидемии. Первая помощь при гриппе прямо сейчас. Какой же должна быть первая помощь при гриппе? Во-первых, нужно максимально быстро применить постельный режим. Просто в этих условиях поражение вашего организма токсинами вируса гриппа, будет минимальным. И если начало заболевания застало вас на работе, нужно быстрее перемещаться в более благоприятные домашние условия. Обращение к руководителям. Если ваш сотрудник заболел, не берите грех на душу. Не рискуйте собственным здоровьем и жизнью сотрудников. Больной человек в офисе – это источник инфекции. А больной гриппом – источник особо опасной инфекции. Результатом которой может быть либо еще один инвалид в стране, либо один некролог. Возможны варианты. Поэтому лучше отправить его домой. А перед поездкой обязательно напоить. Можно простой водой. Ни в коем случае не горячим чаем. Патагонный эффект в пути – это спутник осложнений. И можно дать небольшой запас воды с собой. Ну, на случай пробок на дороге. И лучше, если это будет все-таки индивидуальный транспорт. Чем меньше контактов у этого человека будет с другими людьми, тем лучше для окружающих и меньше темп развития инфекции. На втором месте я бы поставил употребление воды. Учитывая основной путь удаления токсинов вирусов гриппа через почки, нужно продолжать употреблять жидкость и дома. Потому как если потребность в воде для взрослого здорового человека 4-5% от массы тела, у ребенка 8-10% от массы тела, у пожилых потребность остается большой. Возможность употреблять воду в достаточном количестве резко ограничена. А вот при заболевании гриппом количество употребляемой воды нужно увеличивать примерно на 15-20% на каждый градус повышения температуры тела. Если человек весил килограмм 60, то у него потребность в воде 3 литра в сутки. Если температура поднялась на 2 градуса уже 5. Поэтому зная вес человека, легко определить суточную потребность в воде. Которая должна быть распределена примерно равными порциями на протяжении суток. не дня, а суток. День в зимнее время очень коротко. Поэтому воду нужно пить и днем и ночью. Если этого не происходит, самое опасное время утром после сна, когда длительный период воздержания от употребления воды приводит к повышению температуры и развитию осложнений. обращали внимание, что самая высокая температура при гриппе утром. Теперь понимаете почему? Потому при гриппе ночью нужно не спать, а каждые час-два пить воду. Для взрослого человека примерно стакан воды каждый час. В этом случае вы правильно поддерживаете водный баланс в своем организме. и делаете осложнения этой опасной вирусной инфекции минимально вероятными. Обеспечить правильное питание при гриппе очень важно. Учитывая, что практически любая пища на достаточно продолжительный период времени блокирует желудок и тормозит всасывание в кровь воды, питание должно быть сведено к минимуму. Достаточно использовать просто мед или разведенную в воде домашнюю фруктово-ягодную консервацию. Либо заготовки, которые вы заморозили. Либо сезонные сочные фрукты. И только в случае, если температура не поднялась выше 38,5 градусов, возможно питание легкой пищей. Каши размазни на воде. Овощные супчики, рагу. В этом случае продукты достаточно быстро перевариваются, усваиваются. Ну и содержит достаточное количество воды для поддержания водного баланса. И поддержания терморегуляции и очищения вашего организма. Воздух в помещении приобретает принципиальное значение, если вы по каким-либо причинам употребляете мало воды. Потому как в отопительный сезон воздух в помещении очень сухой. Поэтому увлажнять нужно. В меньшем мере будет теряться вода через органы дыхания. Ее больше достанется и системе терморегуляции, и почкам. И осложнения будут минимальны. Особое значение это имеет для перечисленных в начале этого видео групп людей. У которых водный обмен идет очень напряженно. Однако, если вы все-таки можете употреблять достаточное количество воды в сутки. Эта влажность воздуха не такое принципиальное значение имеет для вашего организма. Как в большей степени влияют вредные привычки? Как от них избавиться и насколько они вредны при гриппе? Прямо сейчас. Вредные привычки в случае заболевания гриппом становятся супер вредными. Потому как если вы употребляете алкогольные напитки в значительных количествах. Они увеличивают вязкость крови. И система переноса воды в вашем организме резко нарушается. Примерно то же самое происходит и при курении табака. Поэтому если вы хотите бросить курить самое время. Каждая выкуренная сигарета примерно на 1 час увеличивает резко вязкость крови. И перенос воды в организме вновь нарушается. А с ним и вероятность осложнений. Самые опасные из которых со стороны органов дыхания. Когда густая мокрота просто перекрывает просвет бронхов. И человек просто-напросто задыхается. А стаж курения более нескольких недель. И элементы обструктивного бронхита у вас уже присутствуют. Ваши легкие просто готовы к осложнениям со стороны при гриппе. И если вам нужна дополнительная мотивация. Посмотрите на моем канале несколько видео. Как бросить курить. Если у вас получится. Вероятность осложнений резко уменьшится. Ссылочку вы видите. Можете по ней потом перейти. И просмотреть эти видео на моем канале. Патагонные средства. Они же жаропонижающие. Причем не имеет большого значения какого они происхождения. То ли это синтетические препараты. То ли это натуральные средства. В виде калины, малины, чая из липы. Мятного чая. Механизм действия у них один и тот же. Они блокируют выделение воды через почки. Избыток воды выделяется через кожу. При испарении которой искусственно снижается температура тела. А высокая температура тела. Это самый лучший антибиотик. Самого широкого спектра действия. Курс лечения которым. Ваш организм сам прекратит. Как только справится с возбудителем этой опасной инфекции. Вот если же вы ее сопровождаете не очень правильно. И температура стремится к 40 градусам. А ваша кожа при этом скорее бледная чем красная. Скорее холодная. Это парадокс в этой ситуации чем горячая. Принимать жаропонижающие уже не имеет никакого смысла. Они все равно в таком случае не работают. Хоть бы вы их ведрами глотали. Вам нужно думать о госпитализации в этом случае. Инфекция протекает злокачественно. А в ожидании скорой помощи. Можно принять простой препарат под названием гибазол. Или обложить человека грелочками. Да. Нужно его согреть. Тепло расширить сосуды кожи. Туда пойдет кровь. И температура тела самостоятельно снизится. До более менее оптимальной при гриппе. Однако если появились и другие признаки осложнений. О которых я скажу чуть позже. Лучше не рискуйте. В этом случае лечение гриппа в домашних условиях заканчивается. Потому как оно становится опасным для жизни. А вот о первых признаках осложнений. Вы узнаете прямо сейчас. Какие же первые признаки осложнений. При появлении которых лечение гриппа в домашних условиях. Должно прекратиться. И начинаться в условиях стационара. На первое место я поставил бы. Частоту сокращения сердца. Это очень надежный ориентир при гриппе. В норме пульс находится в диапазоне 60-80 ударов в минуту. А при повышении температуры тела пульс учащается. В среднем на 8-12 ударов на каждый градус повышения температуры. Поэтому при температуре 37,6. Максимальный пульс должен быть 92 удара. А при температуре 38,6. 104 удара в минуту. По мере того как частота сокращения сердца. Стремится к 130 ударам в минуту. То есть дальше. Это говорит о не самом правильном сопровождении. Вами опасной вирусной инфекции. А вот пульс уже около 130 в минуту. Вам нужно оказывать скорую помощь. Нужно ее вызывать. Чтобы продолжать оказывать медицинскую помощь. В специализированном медицинском учреждении. Также очень важный показатель. Я уже о нем частично говорил. Температура тела. Пока при гриппе температура находится в диапазоне 38-39. Максимум 39,5 градусов. Опасная вирусная инфекция сопровождается вами правильно. При этом кожа красная, горячая, влажная на ощупь. Это тоже очень важные индикаторы. Но лучше если температура будет до 39 градусов. Так спокойнее у вас запас больше. А вот если температура регулярно стремится выйти за отметку в 39,5 градусов. И стремится пойти дальше. Есть вероятность развития осложнений. Однако очень важно учитывать следующий показатель. Цвет кожных покровов. О котором я расскажу прямо сейчас. Цвет кожных покровов очень интересный показатель. Он показывает насколько ваш организм способен противостоять этой опасной инфекции. И пока кожа красных оттенков. Воды на охлаждение вашего организма хватает. Очищение крови идет прекрасно. И инфекция сопровождается правильно. Однако если периодически проявляются основы. Кожа стремится стать бледной. Особенно часто бледнеет лицо носогубный треугольник. В этом случае и температура будет стремиться выйти далеко за пределы 39 градусов. И не только охлаждение, но и очищение организма нарушается. А соответственно вероятность токсических осложнений гриппа резко повышается. Как правило при этом появляется и следующий показатель. Он изменяется. Уменьшается количество мочи за сутки. Вплоть до полного ее отсутствия это тоже должно насторожить. Потому как количество образующиеся за сутки мочи отражает способность ваших почек очищать кровь. Если в обычных условиях число мочеиспусканий за сутки должно быть около 5-6. То при гриппе хотя бы 3 раза в сутки. Для взрослого человека за сутки должно выделиться не менее 500 мл мочи. Это индикатор того, что воды хватает и на очищение крови, раз почки работают. И на охлаждение организма. Система терморегуляции берет воду первой. И вода из системы детоксикации исчезает первой. Вода первично идет на охлаждение организма. А очищение крови страдает. Поэтому если более 8 часов нет желания сходить в туалет. Это очень неблагоприятный признак. Потому как снижение количества мочи первично. Это увеличение андогенной интоксикации и вязкости крови с перерусской сердца. С увеличением частоты сокращения ее. За которыми следует гипертермия или чрезмерное повышение температуры тела. Увеличение вязкости мокроты. И осложнение со стороны органов дыхания. Цепочка понятна. Системой детоксикации организм жертвует первым. А дальше возникают совершенно иные осложнения. И это важно знать и понимать что делать. Я перечислил основные и самые показательные индикаторы. Контролируя которые вы можете фактически оценивать насколько правильно вы сопровождаете инфекцию. Если у вас стремятся появиться признаки осложнений. Пересмотрите в каком объеме вы все-таки оказываете эту помощь. И корректируйте. Если не получается. Лучше не рискуйте. Вызывайте скорую помощь. И пусть вашим здоровьем занимаются профессионалы. Но чтобы им было меньше работы. Пересмотрите в начале видео. Все-таки как быстро подготовиться к гриппу. Это реально. В течение каких-то нескольких дней. Недели. Десяти дней. Можете реально хорошо подготовить свой организм. К этой опасной вирусной инфекции. И встретить ее. Ваш организм может во все оружии. А если вам нужно больше. Посмотрите на моем канале. Видео консультация врача диетолога онлайн. Ссылка на которое вы сейчас видите. В нем больше информации. Про правильное питание. В том числе и для вашей иммунной системы. Если вы не заболеете гриппом. Ваш организм получит правильное питание. И я думаю будет вам очень благодарен. А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моего канала. Словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. И пока вы думаете. Кому отправить ссылку на это видео. Отправить ли своим друзьям. Как поставить лайк. Я подумаю какое еще видео. Написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Греч肉